Привет! У меня новая модель дельфинчика и я ужасно ими довольна. Смотрите, мне удалось достичь вот такой глянцевости, чтобы они выглядели прямо вот как только, только что из воды вынырнул. Но, конечно, прыганье это особая тема. Я использую этот эффект не для каждой скульптуры, а только если это релевантно для нее. То есть, если соответствует, вот как, например, дельфинчик прыгает, вот ему можно такой эффект применить. А еще к рыбке фугу, которая как мячик и тоже она очень здорово прыгает. Ну так вот, идея крайне проста, но почему-то дошла я до нее не сразу, а только на пятый год стала применять. Просто мы вместо ниточки используем резиночку. И смотрите, опа! Видите он? Во! Видите, как поплыл? Прямо реальный дельфинчик. Вот эту, ну видите, какой он классный. Ой, я не могу на него наглядеться. Давайте покажу вам его глазки. Видите? Ну я, конечно, нарисовала вот эти вот глики. Ой, это мои любимчики сейчас. Так о чем это я? А, про прыганье. Чтобы скульптура прыгала, она должна быть довольно легкой. Если у вас огромный такой кошелот, то он не будет прыгать на резиночке. Или вам придется брать такую резинку очень толстую, а это некрасиво. А вот на этой маленькой резиночке он прыгает великолепно. Несмотря на то, что на нем очень много слоев глянцевого лака, они не сильно утяжелили. Но лучше всего, конечно, прыгают скульптуры, у которых чисто бумажная фактура, без всяких лаков, красок. Только заготовка и сверху бумажная фактура. Вот, например, такой китик с бумажной чистой фактурой. Весит, как маленькая мандаринка. Представляете, как он после этого прыгает? Вот, резиночку я отправляю покупателям в комплекте со скульптурой. Вот она у меня, видите? Я ее на отдельный моточек наматываю. Ну, я хочу сказать, что таких дельфинчиков я решила сделать тираж пять штук. Больше я не смогу сделать с удовольствием, потому что у меня разнообразие в зоне кайфа. И первый и второй уже уехали. Если вы хотите заказать номер три, четыре, пять, то напишите мне. Я все контакты в соцсетях или на ярмарке мастеров оставляю в описании под видео. Все, дорогие, давайте. Хорошего вам дня. Надеюсь, что мы вас повеселились с моим мальчиком замечательным. Все, пока-пока, дорогие. Продолжение следует...